Что полезного содержится в мандариновой кожуре? Стоит ли выбрасывать корки от мандарина? Кому не стоит использовать мандариновые корочки? Смотрите видео до конца и узнаете, на что способны мандариновые корочки. Перед началом видео хотим сказать, что мы рады вас приветствовать и приглашаем подписаться на канал, чтобы не пропустить наших новых интересных и способствующих оздоровлению видео. Трудно найти человека, который не любит мандарины. Эти веселые оранжевые фрукты одним своим видом и запахом поднимают настроение и улучшают самочувствие. Но, наверное, не все знают, что полезными свойствами обладают не только сами сочные плоды, но и верхняя шкурка. Мандариновые корочки с успехом применяются в кулинарии, медицине, домашнем хозяйстве. Что полезного содержится в мандариновой кожуре? Мандарины созревают в южных регионах. Они впитывают в себя полезные ингредиенты, которые способны улучшить качество жизни человека и помочь при целом ряде заболеваний. Много нужных веществ содержится в мандариновых корочках. Пользу этой части плода обеспечивают высокая концентрация аскорбиновой кислоты, укрепляющие сосуды, повышающий иммунитет, способствующий нейтрализации свободных радикалов. Эфирные масла, которые обеспечивают приятный, бодрящий аромат, снимают напряжение от стресса, возвращают силу и энергию. Рутин, участвующий в укреплении сосудов, необходимый для повышенной ломкости капилляров. Бета-каротин, помогающий четкости зрения, стимулирующий иммунитет, противостоящий старению. Биофлавоноид гисперидин, противостоящий аллергии, уменьшающий интенсивность воспаления. Еще один флавоноид, нобелитин, который участвует в обмене углеводов, регулирует концентрацию глюкозы в крови, препятствует ожирению. Активное вещество лимонин, обладающее противовирусными и противогрибковыми свойствами, антимикробной активностью. Минералы, необходимые для активной работы сердца, сосудов, эндокринных желез. Пектиновые вещества, способные улучшить работу обмена веществ и играющие важную роль в очищении организма. Узнав о таком богатом составе, разве поднимется рука выбрасывать в помойку такое полезное сырье? Так стоит ли выбрасывать корки от мандарина? Как их можно использовать? Применять эти ароматные жесткие части спелых цитрусовых можно для оздоровления организма, лечения некоторых болезней, применять в косметологии и быту. Как применяются они в медицине? Использовать можно следующим образом. Первое. Для понижения сахара в крови. Надо приготовить отвар. Кожуру от двух мандаринов залить 50 мл воды. Прокипятить 20 минут. Принимать по столовой ложке три раза в день. Второе. Если беспокоит дискомфорт в животе, метеоризм и вздутие, то помогут измельченные в кофемолке сухие мандариновые корочки, которые просто надо добавлять в готовые блюда. Третье. При респираторных воспалительных процессах, сухом кашле, следует залить примерно 3 столовые ложки сырья 50 мл кипятка. Настоять 2 часа. Процедить. Принимать небольшими порциями в течение дня. По вкусу добавить мед. Четвертое. При стрессе в горячий чай просто надо положить несколько сухих корочек. Пятое. При поражении кожи грибками протирать зараженные места свежими корочками. Как помогают быть красивее. Использовать можно для улучшения состояния кожи и волос. Настоять сутки кожуру мандарина на минеральной воде и полученным раствором протирать ежедневно кожу лица. Отличное освежающее и тонизирующее средство. Ополаскиватель для волос приготавливают, заливая сырье от 6 плодов литром воды и кипятят 10 минут. Потом дают настояться, пока остывает. Профильтрованным раствором ополаскивают волосы после мытья. Прическа становится пышнее, пропадает перхоть. Для укрепления ногтей каждый вечер надо протирать каждую ногтевую пластину свежей мандариновой кожурой. Как еще можно использовать? Еще из мандариновых корочек можно приготовить вкусные цукаты, сварить варенье, их добавляют в приправы, с ними делают специи, которые оттеняют вкус птицы и рыбы. Корочки можно добавлять в спиртное, чтобы напиток стал приятнее на вкус. Мандариновые корочки используются для отпугивания моли, если их высужить и разложить в шкафу. Если на ночь класть сухие или свежие корочки в обувь, то к утру никакого запаха внутри туфель не останется. Измельченные в муку их можно использовать для борьбы с некоторыми видами насекомых в народе. Если разложить на грядках сухие или свежие корочки от мандарина, то муравьи уже точно покинут эту территорию. В каких случаях противопоказано использовать мандариновые корочки? Применение в лечебных и общетонизирующих целях не проводится, если имеются серьезные проблемы с работой органов пищеварения и плохо функционируют почки. Для всех остальных случаев можно применять ту часть мандарина, которую раньше выбрасывали.